Именно информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграла. Элита силовиков понимает, что путей к выигрыше этой войны без мобилизации и без социального взрыва, который будет после этой мобилизации, очень мало. Конечно, есть и вариант, в котором сам Путин дает приказ выполнить какое-то из этих критических решений, например, применение ядреного оружия, и кто-то из тех, которые должны его применить действию, отказывается выполнить. Вот этот сам отказ будет триггером такого же, скорее всего, переворота, госпереворота, потому что после отказа одного даже из этой цепочки пирамид ответственности выполнить приказ царя, то все очень быстро пойдет вниз. Вы недавно заявили, что риск применения ядерного оружия снизился. Почему? Именно из-за этого. Потому что, чтобы Путин принял, примет решение дать приказ об использовании ядреного оружия, он должен быть уверен, что все по цепочке выполнят этот приказ, потому что он понимает, что даже один отказ выполнит из этих пяти рук, которые должны нажать последовательно на кнопки. Если один не выполнить, то это будет сигналом для неподчинения и, возможно, даже физической кончиной Путина. Поэтому до того, как он не уверен, что все выполнят, он не даст этот приказ. А почему он считает, или должен считать, что кто-то может быть не выполнить сейчас, это именно это ощущение внутри силовиков, что не все понятно, будет ли Путин на власти через три месяца, для них непонятно. Поэтому они не могут принять гарантию с его стороны, что он обеспечит их безопасность.